У меня просто презентация сохранилась в прошлой лекции. Название в анонсе было другое, но я думаю, что это особенно не имеет. Общий смысл сводится, конечно, к тому, что я буду сегодня рассказывать про нейтрино. А нейтрино такая частица, которую мы пытаемся измерить, но мы ее не можем толком зарегистрировать. Очень сложно поймать. Поэтому в каком-то смысле измеряем то, чего не видим. Что роднит нас с разными псевдонауками. Я хочу эту лекцию показать как некоторый детектив. Он в каком-то смысле детектив, который длится уже почти 100 лет, 90 точно. И главный фигурант всех загадок, о которых мы сегодня будем говорить, это как раз эта частица нейтрино. Ну, конечно, интересно, вот мы уже даже предварительно, в нашем предварительном обсуждении эти вопросы задали. Человек так интересный нейтрино, почему до сих пор не понятно. Наконец, почему до сих пор изучают, когда 90 лет уже, все должны были уже давно померять. И, наконец, вопрос такой, а почему до сих пор не просто изучают, а вкладывают огромные деньги, то есть миллиарды долларов или евро или любая валюта, которая вам больше нравится, в то, чтобы изучать свойства этой частицы. Ну, вот попробуем ответить на эти вопросы. Но начнем сначала. Начнем с загадки. Например, у нас дело о похищенной энергии. Ну, все началось в начале 20 века, когда люди начали изучать радиоактивные распады. Радиоактивные распады, я думаю, не надо что-то такое объяснять. По тому представлению все понимают, случается что-то, что-то какое-то ядро распадается, вылетают частицы. И не только научились видеть эти радиоактивные распады, научились как-то их измерять. В данном случае речь идет о бета-распаде, когда у нас изменяется заряд ядра. Было одно ядро, стало ядро с зарядом поменьше. Скажем, не знаю, аргон распадается в хлор или тритий распадается в гелий. При этом понятно, что энергия должна сохраняться, им больше должно сохраняться, ну и выполняются некоторые другие законы сохранения. Все вроде ясно, что тут происходит. Ядро поймать очень сложно, но электрон легко можно было померить даже в начале 20 века, что люди сделали. Не только померить, но измерить его энергию. Но тут вот случилась неприятность, потому что, если посмотреть на эту формулку, то школьник вам скажет, что по этой формулке, исходя из законов сохранения, энергия электронов должна быть всегда одинаковая. Не школьник не скажет, но не школьнику придется мне поверить на слово, должно быть так. Что если выполняется закон сохранения и выполняет такой распад, то энергия электрона будет всегда одинаковой. То есть на эксперименте мы должны в спектре по энергии видеть что-то вот такое. Не бесконечно узкое, потому что у нас есть какие-то погрешности аппаратуры, они всегда есть. Это неизбежная вещь. Но наблюдалась не просто такой вещь не наблюдалась. Наблюдалась совершенно дикая вещь, которая невозможно было объяснить вообще никакими погрешностями оборудования, ни китайскими шпионами, ничем. Больше китайских шпионов, по-моему, тогда нет. Это было очень странно. То есть такая форма означает, что куда-то делась энергия в распаде. Это плохо, это очень плохо. Когда у вас в банке куда-то деваются деньги, это плохо, но это поправимо. Вы находите того, кто там украл или там закрываете банк. Все кончается локально. Когда у вас в физике частиц куда-то деваются энергии, это катастрофа вселенского масштаба. Это означает, что мы что-то неправильно понимаем в мире вокруг нас. Проблема. Была проблема, причем народ хватался за голову. Даже Нильс Бор предполагал сделать такое на сегодняшний день дикое предположение, что в микромире законы сохранения не выполняются. Просто кощунство на сегодняшний взгляд. Ну, вот был такой человек, Ольган Паули, который спас это положение. Он посмотрел, посмотрел и сказал, а давайте предположим, что у нас там есть какая-то еще частица, которая эту энергию уворула. Мы ее не видим, но она есть. И вот даже я вот тут привез. Он не смог приехать на конференцию, тогда интернета не было. Поэтому если не смог приехать на конференцию, можно было только письмо прислать. Он прислал письмо, которое на этой конференции зачитали. Это был 1930 год. И вот примерно перевод куска этого письма. Как видите, достаточно обреченный текст, что все, мы все испробовали, все, что можно. Давайте предположим какую-нибудь глупость, и тогда, может быть, она нас спасет. И более того, он потом в частных разговорах уже говорил, что он уже пожалел, что написал письмо, сказал, я сделал катастрофическую вещь, никогда нельзя так делать. Я предположил то, что никогда никто не обнаружил, никто никогда не увидит. И даже говорят, что уже после, когда была создана теория нейтрино, он спорил со своими коллегами, что при их жизни эта частица найдена не будет. Ну, он проспорил. Не знаю, на что они там спорили. Он проспорил, потому что в 1957 году, за два года до смерти Паули, эта частица таки была зарегистрирована. То есть где-то в 1932 году уже была создана теория, которая объясняла бы этот распад, этот спектр и все явления с ним связанные с точки зрения существования новой частицы. А в 1957 году ее нашли экспериментально. Реакция простая. Если у нас есть бета-распад, то у нас есть и обратная реакция, в которой нейтрино захватывается протоном и получается антиэлектрон. За это в 1995 году была присуждена Нобелевская премия. Правда, из двоих его создателей даже только один, но с Нобелевским премиями так бывает. Конечно, понятно, что потребовалось больше 25 лет для того, чтобы разработать аппаратуру, которая вообще могла хотя бы... Причем в этом эксперименте было зарегистрировано буквально несколько нейтринных событий. К этому времени ни у кого уже не было сомнений в том, что нейтринные существуют, потому что только этой частицей можно было объяснить совокупность эффектов, которые наблюдаются. В вопросе о философии в этом такая ключевая точка, потому что трактовка известного принципа Бритва Акама в этот момент достаточно радикально сменилась. Если раньше не предполагали ничего, что до этого не было обнаружено экспериментально, то после этого этот ток стал обратным, что все, что не запрещено каким-то законом, должно существовать. Если до этого искали разрешение, после этого стали искать запреты. Ну ладно, это ливичное выступление. На самом деле тут надо заметить, что этим все не заканчивается, потому что оказалось, что не просто нейтрин, оно такое нехорошее, оно таскает энергию, оно еще оказалось у него в сообщнике. Оно не одно, их три. В стандартной модели у нас есть три лептона, электрон, мион и тауэлектрон, и каждому из этих лептонов соответствует свое нейтрин. И они так таскают энергию в разных процессах. В мионных распадах, электронных распадах. Тоже долгое время сначала это все было предположено гипотетически, потом эти нейтрины были обнаружены. Я не помню точно в каком году, по-моему в 1965 году это было сделано. Нобелевскую премию дали в 1988. Но тут небольшая историческая несправедливость, что за нейтрины дали премию раньше, чем за электронные. Такое случается. Нейтрина таскает энергию, Вор был пойман. Не то чтобы с поличным, но по крайней мере по косвенным признакам было установлено, что это именно нейтрины. Но на этом детектив не закончился. Как только люди начали уже ловить нейтрины, уже не единицами, а десятками хотя бы, стал вопрос, ну давайте посмотрим вообще, что у нас с нейтринами. Что у нас основной источник нейтрины? Как вы думаете? Есть мысли? Откуда у нас бывают нейтрины? Мы же уже знаем. Мы обсуждали, а вот нового пришедшего не обсуждали. Вы знаете? Значит, нейтрины на самом деле летят от Солнца. В огромнейшем количестве. Гораздо больше, чем от любого атомного реактора. Ну, если, по крайней мере, вы не рядом с ним стоите. Если рядом, то от реактора побольше. Но от Солнца летит огромное количество. Вот через каждого из нас с вами, через каждый квадратный сантиметр проходит 90 миллиардов нейтрины. Даже сейчас, когда ночь, когда Солнце не летит. Потому что нейтрины, они настолько слабо взаимодействуют с веществом, что они спокойно проходят Землю насквозь, не чувствуя ее практически. Поэтому даже когда темно, через нас проходит огромное количество нейтрины. Поэтому интересно же посмотреть, а сколько же у нас этих нейтрины. Была уже модель Солнца. Предполагалось, какие ядерные реакции там текут. И считалось, что известно, а сколько должно быть нейтрины. Для этого был сооружен, конечно, это совершенно не простая задача. Потому что, как я уже сказал, нейтрины очень лихо проходят насквозь все, что только нельзя. Процесс, в котором решили искать нейтрины, достаточно простенький. Я вам сказал, что аргон распадается бета-распадом в хлор. А это обратный процесс, когда хлор захватывает солнечное нейтрино. Это принципиально, потому что от Солнца к нам летят нейтрино, а не анти-нейтрино. И рождается электрон. Вроде как просто. Взяли, померили электрон или аргон. Но, как я уже сказал, очень слабо взаимодействует. Даже если взять какой-то огромный объем и ждать очень долго, десятки лет, вы увидите всего несколько таких реакций. Как же это увидеть? Действительно, так и делают. Бирать огромный объем и ждать очень долго. На картинке вы видите начало строительства экспериментов Холмстейк. Это такой баллон металлический, в который потом нальют этот самый хлор, некто соединение хлора, в котором будет происходить эта реакция. Видно, что масштабы достаточно внушительные. Так вот, рецепт. Как поймать нейтрин от солнца? Прямо рецепт. Взять 380 кубометров, это несколько десятков тонн, если меня склероз не изменяет. вот этого самого перхлорэтилена. Перхлорэтилен, это сейчас, по-моему, не используется, раньше использовался для очистки, как средство для очистки ковров и так далее. Не просто так. Это огромный баллон. Надо его поместить глубоко под землю, потому что на поверхности у нас огромное количество других источников радиации, космической и так далее, которые нам будут создавать ложные сигналы, они нам будут мешать. Поэтому надо залезть на полтора километра в шахту. Представьте себе этот баллон затащить в шахту. Но на самом деле не получится, его надо прямо там собрать. Потому что он не пролезет ни в какой лист. Подождать как минимум год. А на самом деле не год, а там надо лет 5-10 подождать. И самое интересное, это извлечь из всего этого огромного объема в несколько десятков тонн несколько атомов, штучка, десяток или два десятка атомов, и точно посчитать их количество. Вот если кто-нибудь помнит химию или физику, или что-нибудь, сколько атомов находится в 1 моль, 1 грамм водорода, 2 грамма водорода или там 18 грамм воды, там 10-23 атом, а здесь несколько тонн. То есть соотношение там получается настолько фантастическое, что его даже человек себе не может представить, не с чем сравнивать. Таких масштабов в нашей жизни нету и даже близко. 6 миллиардов людей на Земле, и муравьев там я не знаю сколько, я не биолог. Наверное, там сотни миллиардов. Но это даже близко не сопоставимо. Как же это сделать? Ну не просто это совсем сделать. Для этого, конечно же, используется что? Что надо сделать сложную химическую реакцию, которую выделяет весь аргон. Вы это вещество поместили, потом прогнали все вещество, выделили из него весь аргон, потом среди того аргона, который остался, вы находите только тот, который радиоактивный, именно этот радиоактивный аргон будет теми атомами, которые вам нужны. Наверное, у меня нет времени подробно рассказывать эту процедуру. Желающие могут поискать. В принципе, все это есть в интернете в любых количествах. Но это действительно удивительное достижение. До сих пор удивительно. Теперь, значит, тут достаточно мелкие картинки, не очень хорошо, но нейтрины, в принципе, можно смотреть не только на хронных экспериментах, можно смотреть и на других веществах. В частности, можно взять жидкие галии. Что такое ртуи все знают, а галия это тоже металл, который при комнатной температуре жидкий. И там такая аналогичная реакция, которая превращает галии в Германию. Таким же образом можно выделить. Также можно, но это уже гораздо позже изобрели, спустя несколько десятков лет изобрели, механизм, по которому можно смотреть рассеянные электроны-люмионы на воде. На обычной воде или на тяжелой воде, на эйтериовой. Но это немножко другой процесс. Так, научились. Замечательно. В чем проблема? Вот это эксперимент в хом-стейке уже в достроенном состоянии. Видите, тут человечка, а вот этот огромный балок на подставке. Значит, вот столько предсказывает желтенькая линия, столько предсказывает солнечная теория. А вот сколько намерили в эксперименте, в хом-стейке, эксперимент Дэйвиса. Был еще несколько экспериментов. Вот на воде уже там немножко другой диапазон измерений. Но тоже вот сколько предсказывает и вот сколько измерили. Галя Германева эксперимент. Один из них эксперимент Сейдж. Он до сих пор работает в Оксанском ущелье у нас в стране. Тоже. Вот сколько ожидают, вот сколько намерили. Причем ошибочки, они достаточно маленькие. Это означает, что кто-то утащил солнечный нейтрит. Опять, куда-то отъединились. Беда. За этот факт была присуждена, то есть обнаружение этого факта, на самом деле, была присуждена Нобелевская Клина в 2002 году. Там формулировка немножко другая. Но, по сути, на самом деле, за это. Так что же случилось? Кто стащил нейтрино? Ну, опять же, предположения о том, кто стащил нейтрино, появились еще в 50-60-х годах. Суть в том, что нейтрино стащили сами себя. А точнее, они не стащили, они переоделись. Летели у нас от Солнца электронные нейтрино, по дороге поменялись майками и стали меонными нейтрино. Или тау-нейтрино. А эксперимент чувствительен только к электронам. Этот процесс называется сейчас нейтринной осцилляцией. Суть его заключается в том, что они имеют тенденцию, когда долго летят, менять свой, как в физиках это называется, аромат. Флейк. Была, видимо, такая мода какое-то время назад давать такие названия. Но, осталось бы, не прошла до сих пор такая. Ну, вот. Значит, такое было предположение, которое основывалось на некоторых моделях. И это предположение, на самом деле, блестяще было подтверждено, когда начали измерять не только электронные нейтрино, а еще и меонные тау-нейтрино. Это уже случилось достаточно недавно. Это все 70-е, 80-е годы. Начало этих экспериментов. Соответственно, окончательные результаты были только в 90-х. В начале 2000-х. Вот что было до, а вот когда померили все вместе, все сошлось отлично. Это было большое облегчение для астрофизиков, потому что до этого были большие баталии. Потому что если нейтрина не хватает, может, мы не понимаем, как Солнце работает. Нехорошо. Вдруг оно завтра взорвется. Если мы что-то не понимаем, это страшно. Ну, вот. Всех успокоили. Все нормально. Все хорошо. Никто не собирается взрываться. Значит, так была решена еще одна загадка нейтрин. Кто их стащил по дороге от Солнца. Ну, давайте я приведу несколько примеров вообще, как работают эти эксперименты. Всегда же интересно, как работает эта штука. Ну, как работает, наверное, долго рассказывать. Я расскажу, как выглядит. Вот один из экспериментов, о которых идет речь. Сад Берниетерина обсерватория. Это в Канаде. Выглядит таким образом. Килотонна воды. Причем не обычной воды, а тяжелой воды, которая вместо водорода дейтерит. Килотонна. Вот так вот человечки, а вон там монтируют вот этот самый сосуд, в котором будет эта вода. Представляете размер? Все это, опять же, где-то в полутора-двух километрах под землей глубоко. Вот эта колбочка такая подвешена, причем внешний объем должен быть залит другой водой, иначе ей горлышко оторвет. Причем там дополнительный внешний объем нужен. Он еще служит как, даже вот там глубоко под землей, где все ходят в белых тапочках, не дай бог чего не напачкать. Все равно есть шум, все равно есть грязь, которая мешает. И тоже от нее надо защищаться. Это достаточно уникальная технология. Ну и, конечно, все надо обвешивать совершенно уникальной аппаратурой, которую надо сначала потратить несколько лет на то, чтобы разработать, потом установить, все проверить. Совершенно немедленная работа. Ну, они своего добились. Вот это, как выглядит, докончательный этот эксперимент. Но это Нобелевская премия 2015 года. Вы можете слышать в прошлом году, не так давно. Это Артур Макдональд. Еще один эксперимент аналогичный. Это называется... Там было несколько, их целая серия. Сначала Камиокандо, потом Супер Камиокандо, сейчас планируется Гипер Камиокандо, но он еще в проекте. Это уже не килотонны, это уже 50 килотонн. Ну, правда, уже обычной воды, но сверху это сверхчистый. Такую пить нельзя, она слишком чистая. Все это, опять же, огромный баллон. Это 40 метров в диаметре. Вот вы видите там такая маленькая штучка? Это лодка с людьми. Вот они там плавают как раз в белых халатах, в белых тапочках, чтобы, опять же, пыль не натащить. Вот они плавают как по озеру, по этой воде. Это 40 метров в диаметре, 40 метров в высоту. Огромная такая цистерна. А вот эти вот штучки, это на самом деле фотоумножители. Это вот такого размера штука, похожая на лампочку внешне, но она работает наобратно. Она не светит, она наоборот ловит свет. Потому что электронные ремионы, которые проходят через воду, они рождают это самое свечение, которое появилось в результате прохождения нейтрина. И вот этими лампочками обратного действия она ловит. Вот такая вот огромная штука. Тоже фактически для измерения нейтрина. И это Нобелевская премия 2015 года. Правда, тут надо заметить, что, конечно же, к тому моменту, когда начали все это мерить, мерили не только солнечные нейтрины, еще мерили так называемые атмосферные нейтрины, которые рождаются от распада мионов в верхних слоях атмосферы. Но опять же, нейтрины все снизу. То, что сверху, это мусор. Оно только мешает. Сверху сыпется много всякого. А вот снизу то, что пришло, это практически наверняка нейтрины. Поэтому всегда нейтрины мы меряем из-под нас, через землю пришедших. Ради справедливости, не единственные эксперименты, которые занимают изучение нейтрина. Вот меня спрашивали, а что у нас? Вот, пожалуйста, Байкальский нейтрино-телескоп. Это телескоп, его цель уже не поиск исцелляции нейтрина, его цель изучение нейтрина от далеких звезд, скажем, от коллапсов сверхновых и так далее. Он находится прямо внутри озера Байкал. Прямо внутри. Что делать баллон для воды, если можно у нас куча воды и так есть? Значит, это эксперимент, не единственный эксперимент такого типа. Есть Антарес в Средиземном море. И есть совершенно замечательный эксперимент Ice Cube, который находится на Южном поясе. Там вместо воды используется, естественно, лед. Воды там нет, но там есть очень чистый лед, который тоже можно использовать как мишень для работы нейтрины. Вот люди... Да, значит, Байкал, у него очень интересный режим, потому что любые монтажные работы можно делать только зимой. Надо по льду подойти, запихать туда свои детекторы, а летом сидеть и измерять. Потому что летом туда только на лодке подплывайте, а неудобно. Кран не поставишь на лодку. Значит, сейчас есть на самом деле еще целое огромное количество разных других экспериментов, направленных на изучение широких атмосферных ливней и нейтрина в том числе. Но это уже за пределами нашей лекции. Еще одна обсерватория. У меня, к сожалению, не нашлось картинок в интернете, я не нашел, поэтому взял картинки из своей личной коллекции. Эта лаборатория расположена прямо рядом с Эльбрусом. Кто был на Эльбрусе? Все были. Я не знаю, все не были. Кто-то был. Вот там вот если ехать к Эльбрусу, слева есть, вот как по дороге ехать, там есть поселок Нейтрино, есть вот эта Баксанская нейтрино-обсерватория. Вот там такая буква М над входом. М там неспроста, это Моск-метрострой копал на тоннеле, поэтому буквы там правильные. Значит, это единственная в мире лаборатория, тоже глубина залегания типа двух километров, которая строилась специально, специально тоннели копались именно под задачи физические. А остальные лаборатории обычно или в автомобильных тоннелях, или в соляных шахтах, или медных шахтах. В общем, в каких-то уже готовых тоннелях, потому что копать дорого. Это только Советский Союз мог себе позволить взять, так выкопать лабораторию. Значит, вот это собственно сам зал, где находится этот эксперимент Sage, это код, а это низкофоновые подземные рыбки, которые, кстати говоря, живут в корпусе отвод-умножителя. Если вы хотите взять корпус отвод-умножителя, то он выглядит вот таким. Рыбки мне очень нравятся. Так, ну что такое осцилляция? Я думаю, что я не буду сильно останавливаться на этом, потому что, значит, если у кого-то есть какие-то более-менее профессиональные вопросы, мы можем это обсудить, но так это будет всем скучно. Придется поверить на слово, что там происходит именно это изменение. Ну, в каком смысле этот эффект похож, когда вот вы радио слушаете, вот там какие-то помехи идут, какая-то соседняя частота вклинивается, или когда телефон, и кто-то параллельно по этому телефону пытается еще поговорить. В чем-то вот эффект похож на это. То есть вы слышите не то, что вам говорят. Вам сказали одно, а вы за счет помех услышали что-то другое. Примерно вот такого порядка эффект. Но, тем не менее, этим эффектом блестяще, причем теория очень хорошо согласуется с экспериментом, блестяще описывается вот этот эффект того, что солнечных нейтрино не хватает, и атмосферных нейтрино, все сходится. Более того, это все, я на самом деле привел только эксперименты именно на астрономических нейтрино, но вообще говоря, сейчас это осцилляции подтверждены и в ускорительных экспериментах, и в экспериментах с реакторами, так что там эта теория доказана со всех сторон. Но, правда, тут есть одна проблема, которая на тот момент незначительная, что для этого придется предположить, что у нейтрино есть масса. До этого предполагалось, что нейтрино без массовой частицы как фотон квант-света, у него массы нету ноль. Предполагалось, что у нейтрино тоже самое, но это приводит к еще одной загадке. Кто сломал стандартную модель? Кто не сломал? Ну вот там нейтрино сломалось. Сейчас объясню почему. Не знаю, стоит ли достаточно сильно распространяться по поводу стандартной модели, если кто захочет, может задать вопрос, прямо сразу я могу ответить. Но это такая священная корова, то есть ее строили-строили, лет 50 ее строили, вот у нас есть нейтрино, электронный сектор, электронный мион-тау, есть нейтрино, есть кварки, есть брошенные бозоны, которые отвечают за взаимодействие всего со всем. И, наконец, вот такая корона, этот бозон Хиггса, которого только не хватало для того, чтобы сказать, что все, мы построили большую-большую модель, которая описывает все наши элементарные частицы и, как следствие, все остальное тоже, потому что все из них состоит. Все замечательно, все здорово. За бозон Хиггса дали Нобелевскую премию, хотя еще до конца даже нет 100% доказательств, что его нашли, но тем не менее премию уже дали. Ну потому что там уже с очень большой достоверностью нашли. Но тут опять нейтрино устроило подлянку. Потому что бозон Хиггса нужен для чего? Бозон Хиггса сделан для того, чтобы у нас с вами были массы. Не только у элементарных частиц, а как следствие у нас с вами, которые из этих элементарных частиц состоят. Потому что считается, что если бы не было бозона Хиггса, все частицы были бы без массы. Но беда в том, что у нейтрино масса-то должна быть, мы из осцилляции знаем, что она должна быть, но она слишком маленькая. Бозон Хиггса не описывает такие маленькие массы. И есть еще один эффект, о котором я не говорил, но могу сказать. Он, в принципе, достаточно интересный, что все нейтрино, которые мы знаем, взаимодействуют, у них так называемая левая спиральность. У них есть собственный момент импульса спины, и его проекция на направление движения всегда в одну и ту же сторону. Это только у нейтрино наблюдается, больше ни у кого такого нет. Вот такая вот аномалия. И это непонятно, почему так. То есть представьте себе, что, не знаю, либо второе движение – это плохой пример, оно искусственное. Даже пример в голову не приходит. Но смысл в том, что это единственный такой пример, когда у нас в мире элементарных частиц все настолько асимметрично. То есть только так, и не так, и никак иначе. Но в любом случае, вот даже мне эта картинка понравилась, что легкие нейтрино, они как бы влезают в стандартную модель, а вот тяжелые молотком забывают, все равно не влезают. Поэтому надо что-то делать. Надо что-то делать, надо спасать стандартную модель. Для начала надо понять, какая масса. Вот тут начинаются всякие интересные вещи, как померить массу нейтрино. Мы выяснили, что мы их поймать-то толком не можем, потому что мы их уловим в количестве там несколько, там, максимум сот штук. И что, мы их даже не видим. Мы видим какие-то косвенные признаки, что они там пролетели. А теперь как поймать массу? Есть два способа, которые, по крайней мере, на сегодняшний момент известны. Возможно, есть другие, но мы пока о них еще не додумались. Один – это безнейтриный двойной бета-распад. Значит, суть его… Ну, простыми словами, это два бета-распада, которые происходят одновременно. Причем там нужно дополнительное гипотетическое допущение, что нейтрино и анти-нейтрино – это одна и та же самая частица, и они отличаются только как раз от этой проекции. То есть, когда у нас проекция вот этого спина направленное движение вдруг перекидывается, оно превращается в анти-нейтрино. Представьте себе, идете по улице, идете по улице, переходите на другую сторону дороги, и вдруг это анти – вы встречаетесь с собой, анигилируете. Вот именно это происходит с нейтрино. То есть, оно в этом самом бета-распаде переворачивается, переходит на другую сторону улицы, встречает нейтрино из второго такого бета-распада и сокращается. И получается распад, в котором электрон вылетел, а нейтрино нет. Прямо как вот когда Бор предполагал, что должно было бы быть, если бы нейтрино не было. Вот именно такой процесс. Но этот процесс, он как бы может быть, но он настолько маловероятный, что его на фоне обычного известного бета-распада совсем не видно. Этот процесс ищут, его до сих пор не нашли. Строятся огромные эксперименты, чтобы его как-то выводить, которые работают десятками лет, и цель которых – это увидеть буквально несколько событий, пять событий за десять лет. Отчистить от всех фонов и так далее. Второй способ более понятен на бытовом уровне, он заключается в том, что опять же, вот у нас есть бета-спектр. Но должно же как-то нейтрино на него влиять. Мы знаем, что за счет нейтрино он вообще такой, но масса должна как-то влиять. Оказывается, если посмотреть самый-самый-самый кончик этого бета-спектра, то в зависимости от массы у нас будет немножко по-разному этот кончик выглядеть. Он массенький-массенький, он занимает десять минус десятый, тоже огромное число, но не столь огромное, как, конечно, один атом в тоннах, но очень маленький кусочек, по которому можно судить о массе нейтрино. Ну и вот тут тоже процесс идет, изучают бета-распад трития, самый простой, самый легкий бета-распадчик. Просто из-за труб водорода, который распадается, дает нейтрино. Нейтрино никто не регистрирует, потому что это слишком сложно. Регистрирует электрон и смотрит форму этого самого спектра. Значит, ну, без нейтрино-двойной бета-распад не буду я особенно углубляться. Достаточно понять, что это процесс, у которого время жизни 10-25 лет. Для сравнения, возраст Вселенной – 10-10 лет. То есть это, значит, сколько надо Вселенных нагородить на одну, на другую, чтобы увидеть хотя бы один такой распад. Но, на самом деле, Вселенной нагородить не надо. Достаточно взять просто большое количество таких атомов. Но, тем не менее, это непростая задача. Вот пример – это эксперимент Герда. 38 килограмм сверхчистого Германии. По-моему, это весь мировой запас этого изотопа. Ну, значит, меряют, 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 меряют. Пока не нашли. Я немножко, наверное, остановлюсь на прямом измерении нейтрино по двум причинам. Во-первых, я сам работаю в таком эксперименте. Во-вторых, это можно объяснить на пальцах, не прибегая к какой-то сложной квантовой механике и всем остальным. То есть можно измерить бета-спектр, но надо все сделать очень-очень точно. То есть как же измерить бета-спектр? Вот эксперимент Герда. Опять же, находится не так далеко отсюда, в 20 километрах от Москвы, в городе Троицке. Достаточно маленький. Ну, не как эта комната, конечно, это комната крошечная. Ну, как, наверное, четыре этих комнаты. То есть этот баллон человека, к сожалению, нет, но он в 2 метра в диаметре, 2 с чем-то, 2,5 метра в диаметре. И где-то 7, по-моему, метров в длину центральной части. Ну, и там еще, конечно, там еще хвост, там еще целый зал подсобной техники. Но, тем не менее, сам эксперимент для нейтринных очень компактный, очень-очень маленький, буквально на 100. Эксперимент, значит, в 1985 году как раз примерно мой ровесник. И на данный момент это лучшее прямое, по крайней мере, ограничение на массу нейтрина, полученное именно на этом эксперименте. Как это все работает? Значит, вот у нас распадается 3T. Задача какая? Задача померить спектр электронов с очень большой точностью. Самая лучшая энергия электронов 20 кВ, а наилучшие детекторы позволяют разрешение 0,5 кВ. А надо померить с точностью где-то 1 кВ. Представьте себе, что у вас есть линейка с делением, не знаю, 1 мм, а вам надо померить что-то с точностью, сейчас какое-то соотношение это будет, в 500 раз лучше. То есть вам надо, у вас есть линейка железная, вам надо померить какой-то объект размером несколько микрон. Попробуйте это сделать, не получится, насколько не хотите. Поэтому делается это каким образом? Делается таким образом, что... Так, а у меня есть еще картинка? Нет. Значит, я на этой буду произнести. Значит, делается некоторое запирающее электрическое напряжение, которое можно контролировать с очень высокой точностью, и просто смотрятся те электроны, которые прошли. Все электроны, которые прошли, это запирающее напряжение, они регистрируются. Те, которые не прошли, отражаются. Варьируя это напряжение, можно построить интегральный спектр. Выглядит на словах довольно просто. Школьник может понять, как это работает. Особенно если простенькие формулки написать из электричества. Они все достаточно школьного уровня. Но на практике, конечно же, это не так. Этот эксперимент в инженерном смысле один из самых сложных в мире. Потому что там на стыке буквально всех инженерных дисциплин. Криогенная техника, и вакуумная техника, и высоковольтная техника, и точное измерение, и анализ данных. Все нужно использовать по максимуму. Только тогда удастся это сделать. Когда создатель этой установки Академик Лобашов начинал этим заниматься, Считал, что нереально. Считал, что он занимается ерундой, и ничего никогда не получится. Тем не менее он справился. Для такого интересного, как сказать, будораживания сознания, я приведу один пример. Здесь в электрометре должен поддерживаться вакуум очень высокий. Не межзвездный, но межпланетный точный. Иначе это будет создаваться фон, который будет мешать эксперименту. 10 минус 9 милибар. Милибар – это тысячная атмосфера. То есть 10 минус 12 атмосфера. Вот здесь, где идет напуск, третье. Давление в системе напуска типа 1 милибар. Тоже не атмосферное давление, но всего-навсего 1 тысячная. Перепад – 9 порядков. Ну, казалось бы, но перепад и перепад. Ставим крышку. И перепадать сколько угодно. Но крышку ставить нельзя, потому что тогда электроны в этой крышке потеряют свою энергию, и мы не получим неправильный результат. Помните, в школе была задачка, может ли воздух в комнате собраться случайно в одной и той части, чтобы вы задохнулись? Вот это именно тот случай. Здесь межпланетный вакуум, здесь достаточно высокое давление, между ними никаких загородок нет. Так вот построена система откачки и транспорта, чтобы можно было сделать перепад давления на 9 порядков, без каких бы то ни было загадок. Ну, и я не говорю о других вещах, типа создания разрешающей способности, которые у спектрометра, аналогов которой нет, системы циркуляции, системы очистки, регистрации, про анализ данных я вообще молчу. Я этим занимаюсь, это очень большая работа, что, скажем, анализ данных этого эксперимента занял несколько лет. Просто только анализ, все уже померено, теперь надо все собрать и результат опубликовать. Это несколько лет ушло только на то, чтобы просто аккуратно все посчитать. Ну и для сравнения, конечно, тут, как я говорил, результат лучше в мире, но прогресс не стоит на месте. Сейчас буквально готовится к запуску еще одна установка такого типа, называется она Катрин. Размер можете видеть. Это человечки, а вот этот дирижамбель это спектрометр Катрин, 10 метров в диаметре, 20 метров в длину. В остальном это клон троицкой массы, просто сильно увеличен. Ну и они планируют, то есть если сейчас троицкая масса дает результат ограничения на массу нейтрина, мы так и не нашли, массу так и не нашли. Смогли понять меньше чего она, но пока не знаем, какая именно. Ограничение троицкой не масса, это два электронного ввода, Катрин хочет в 10 раз это ограничение улучшить. Ну вот, представляете, какого масса. Ну, естественно, надо сказать, что стоимость этого эксперимента, это, типа, совокупные там уже, по-моему, стоили 200 миллионов евро, там задействованы сотни людей, причем огромная, огромная индустрия. он только запускается. Так, на этом все не заканчивается. Эту загадку мы пока не решили, но, тем не менее, есть и другие. Темная материя. Кто знает, что такое темная материя? Все знают. Кто знает мне, расскажите. Темная материя. Когда мы смотрим на небо, мы смотрим одну звездочку, две звездочки, лучше всего пять звездочек. Но смысл в том, что мы смотрим не только на звездочки, мы смотрим на то, как они движутся. Когда мы смотрим, как они движутся, они движутся как-то странно. Оказывается, чтобы они двигались, как они движутся, масса вещества, по крайней мере, в галактиках и так далее, она должна быть в несколько раз выше, чем то, что мы наблюдаем в звездках. И отсюда возникает вопрос. Предполагается, что есть еще какая-то материя, которая не светит, не в звездах, она и поэтому темная. В этом смысле темная материя – это не обязательно что-то загадочное, это может быть просто пыль, которая не имеет собственного излучения. Но проблема в том, что никакие астрономические модели не предполагают такого количества пыли, чтобы оно объяснило, чтобы это количество было в несколько раз больше, чем количество материи в звездах. Это противоречит нашим представлениям реальности. Поэтому есть загадка темной материи, из чего же она состоит. Ну вот была попытка объяснить темную материю при помощи нейтрина, она, правда, провалилась. Для того, чтобы объяснить темную материю при помощи нейтрина, надо было бы, чтобы у нейтрина была масса типа 7 электронвольт или выше. То есть современные экспериментальные ограничения, они эту гипотезу полностью закрывают. Но тут есть лазей. Сейчас мы тоже про это поговорим. Это один вопрос. Еще вопрос. Я, помните, говорил про спиральность. То есть, что у нас все нейтрины левые. Все нейтрины левые. Проекция спины на движение в обратную сторону. Про-против все движения. Пока они безмассовые, это не проблема. Ну левые, левые, все замечательно. Они вечно всегда левые. Но вот поверьте мне на слово, если у частицы есть масса, то у нее существует вероятность, что у нее эта самая спиральность самопроизвольно поменяется. Всегда. Это просто некое свойство достаточно базовых вещей, для которых не надо быть академиком. Любой может проверить. Так, а что с ней случается? Мы знаем, что все левые. А что с ней случается, когда он вдруг становится правым? Наблюдает массу? Они за мне. Из ничего масса он, конечно, не наберет. Но, тем не менее, очень странно. Что же с ней происходит? Параллельно Вселенной улетают? Такие гипотезы тоже есть. Но, правда, это экзотика. Про то, что такую маленькую массу бозон Хиггса не объясняет, я уже сказал. Или надо придумывать еще один бозон Хиггса. Что этот-то столько лет искали, с трудом нашли. А тут еще один? В общем, как-то это многовато. Вот. Да, там сами нужен не один. Там нужно как минимум два дополнителя. Но, в любом случае, это все странно. И это ломает универсальность этой самой стандартной модели. Ну, и встает вопрос. А могут ли быть нейтрины, которые не участвуют в слабом взаимодействии? Может быть, есть какие-то еще нейтрины, которые мы вообще не видим, потому что этих-то мы с трудом видим. А те вообще ни в чем не участвуют. Они вообще сквозь стены проходят. Как-то не знаю мы что. Такие нейтрины называются стерильными. И сейчас их очень активно ищут. С помощью стерильных нейтрино можно попытаться объяснить массу обычных нейтрино с точки зрения стандартной модели. Не любой стерильный нейтрино для этого годится. Но, тем не менее, если они есть, можно попробовать втиснуть его обратно в стандартную модель. В принципе, стерильные нейтрино могут попробовать объяснить загадку темной материи. Только это не те обычные нейтрино, которые мы можем видеть. А те, которые вообще никто никогда не может видеть. Но они есть. И вот они могут составлять темную материю. Их масса уже, конечно, гораздо больше. Кило, электрон, вольт или даже больше. И, конечно, то, что интересует всегда нас, физиков, это то, что можно еще что-нибудь поизучать. То есть, если мы найдем стерильные нейтрино, это означает совершенно новый пласт новой физики, который тоже можно поковырять, поизучать, посмотреть. В общем, всячески пострадать интересом за государственные деньги. Но проблема в том, что это поиск черной кошки в темной комнате без отсутствия уверенности, что она там есть. Они не взаимодействуют вообще ни с чем. Только гравитационное взаимодействие, которое померить невозможно. Они могут обладать практически любым массами, потому что у нас нет гипотеза, где эти стерильные нейтрино искать. Тем не менее, уже сейчас имеются, правда, пока косвенные указания на то, что стерильные нейтрино таки существуют. По крайней мере, в некоторых диапазонах. Причем, сразу есть предположение, что существует не одно, а несколько. И вкладывают совершенно фантастические деньги в то, чтобы эти стерильные нейтрино найти. Вот пример. Это только один из. Этих экспериментов много, но этот один из самых крупных. Называется Long-Based Line Neutrion Experiment. Построен он по принципу... Вопрос, да? Почему вы массовая энергия имеете? Ну, какой класс? 11. Теория относительности у вас отменили, что ли? Нет, была. Теория относительности и была. Помните формулу Эйнштейна? Е равно и все. Я говорю, она была. То есть у вас энергия, она пропорциональна массе с некоторой константой. Но вот эту константу можно приравнять единицы и мерить массу в энергетических единицах или энергию в массовых единицах. Физики частиц так и делают, потому что иначе вы замучаетесь. То есть вы будете писать какие-нибудь каждый раз 10 минус 19 джоуля. 1,6 на 10 минус 19 джоуля – это 1 электрон вольт. А 1 электрон вольт – это энергия, которую заряд в 1 электрон приобретает в поле 1 вольт. Очень неудобные единицы. Поэтому в физике частиц обычно массы… Ну и кроме того, многие формулы, там эти c2, c4 очень удобно на собой таскать. Поэтому в физике частиц обычно считают скорость света равна единице для простоты. Естественно, ничего в этих единицах написать невозможно, там будут какие-то дикие коэффициенты. Но для теоретиков это очень удобно. Им коэффициенты неволожны. Так вот, это ускорительный эксперимент, где есть ускоритель, который плюется мионами. Ну, мион – мионный электрон или мюмизон. И проходит через большую толщу Земли, 1300 км в одном случае и типа 700-800 км в другом случае. И люди наблюдают поток нейтрина. То есть мионы распадаются, дают мионное нейтрино. А на другом конце смотрят, во что они превратились. Я забыл, наверное, об этом сказать. Да, я же не сказал, как перестерильный нейтрино-то. Оно ни с чем не взаимодействует, но мерить его как. Оно смешивается с обычными нейтрино. То есть оно влияет на то, как… Немножечко-немножечко влияет на то, как ведут себя обычные нейтрино. В частности, как они осцелируют. То есть наблюдая, очень точно измеряя параметры вот этих осцеляций, и, в принципе, 15 переходов между разными типами нейтрино, можно сделать вывод о том, что же там за стелильные такие. Так вот, делается такой специальный ускоритель. Делается и строится два или три, на самом деле больше, детекторов, которые будут специально нацелены на то, чтобы ловить нейтрино от этого источника. Причем эти расстояния специально выверяются таким образом, чтобы именно на этом расстоянии вероятность пронаблюдать этот эффект была самая большая. Значит, стоимость эксперимента конкретно этого сравнима со стоимостью Большого адронного коллайдера. Большой адронный коллайдер, наверное, самый крупный сейчас эксперимент. Вот эта стоимость сравнима, и это не единственный такой эксперимент. Их строится, остальные поменьше, но их уже, наверное, десяток разных экспериментов, которые так или иначе планируют измерение стерильного нейтрино. Вы можете представить себе, какие фантастические деньги в это бухиваются. При том, что никаких гарантий, что там что-то увидеть, нет. В Америке? Нет, не только. Конкретно это. Сейчас уже, на самом деле, практически нет экспериментов такого масштаба, которые финансировались по одной страной. Конкретно ЛБНЕ – это Америка. Есть несколько экспериментов в Европе, в Японии, кстати говоря, очень активно работает в эту сторону. Сейчас появляются эксперименты даже в Китае и в Южной Корее. Наша страна в этом смысле участвует в зарубежных экспериментах, но своих нет. А по времени этот проект растянут больше, чем LHC? Ну, сравнимы, масштабы сравнимы. Тоже сравнимы. То есть это несколько лет, несколько лет, может быть, 10 лет, может быть, чуть больше, но такого порядка. Если говорить о экспериментах по безнетеринному двойному бета-распаду, то они могут быть дольше, потому что надо просто долго сидеть набирать статистику. Вот так вот. Так что интересная тема. По-моему, у меня… Да, это все, в общем-то, это все, что я хотел рассказать, но тема не закрыта. То есть даже несмотря на то, что мы что-то узнали за эти 90-80 лет, мы ожидаем, что там будет что-то еще интересное. А эта картинка не просто картинка для красоты. Это я, помните, вначале говорил про эксперимент на Южном полюсе. Так вот, это вот его наземная часть. Так что эта картинка тоже имеет отношение к генетеринам. Все.